Большая часть тех автомобилей, которые, ну, скажем так, достойны возить тушки наших властимущих, либо там законодательную власть, либо исполнительную и так далее, они, в общем-то, по идее, должны укладываться. На мой взгляд, и в миллион вполне можно уложиться, и, ну, в два-то тем более. Вот, учитывая, что все вот эти дальнейшие повышения цены, они, в общем-то, ничем не обоснованы. Машина, скажем, с дополнительными наворотами, там, я не знаю, кожаные роли, там, подсветка подстаканников, деревянные вставки в кожаный салон, они же никак не увеличивают ни надежность автомобиля, ни долговечность. Слишком вызывающе это все стало, там, я не знаю, маленькая психиатрическая больница, там, дальневосточная, заказывает, там, вездеход, да, понимаю, вездеход, там, наверное, нужен, дороги там, но вот все вот эти, лично меня больше всего умиляют деревянные вставки в кожаный салон. Блохих машин не бывает в принципе, есть машины, которые не отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляют. И, наверное, мы с вами все-таки должны понимать, потому что там, чиновники ездят на автомобилях, ну, автомобили должны быть в первую очередь, а, безопасные, как минимум, б, это все-таки должно быть некое представление о нас, как о России, потому что это все показывается в средствах массовой информации, и люди должны получать некий комфорт. В свое время производились ЗИСы, ЗИЛы, на базе которых были замечательные автомобили, и многие из них до сих пор находятся в гаражах в Москве и там периодически эксплуатируются. То же самое, там, те машины, которые выезжают на парад, вот, 9 мая. Но их не поставить на конвейеры, потому что это очень дорого, а, во-вторых, наверное, это все-таки не особо кому-то и нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!